Мир вам, братья и сестры! Когда-то давно уже во время поездки в Грецию мы посетили несколько библейских городов, Афины, Каринф, Филиппы, Фессалоники, и наконец приехали в один маленький городок, который сейчас так называется Верия. Мы зашли в одну небольшую церковь, она была пуста, служения не было, это было днем, и мы сели вот так на лавке, и я очень хорошо помню, хотя это было давно, я очень хорошо помню, Михаил Николаевич вышел, взял Библию, открыл Деяние апостолов, 17 главу, и прочел этот отрывок. Вы знаете, я и раньше читал этот стих, но тогда особенно как-то он мне запал в душу. Здешние были благомысленнее фессалоникских, потому что Слово приняли со всем усердием, и каждый день собирались и разбирали, точно ли это так. Проблема 21 века – это проблема отношения к Слову Божьему. И сегодня, друзья, и сегодня это же отличает одних от других. Благомысленнее, там написано в Верийске, были благомысленнее фессалоникских, потому что Слово приняли со всем усердием. Сегодня многие христиане настолько напичканы духовными суррогатами, что они потеряли аппетит к здравому учению, потеряли аппетит к Слову Божьему. Говорят, что мы живем в эпоху небывалой религиозности, это правда, но мы живем в эпоху небывалого отступления от Слова Божьего. Апостол пишет, здравого учения принимать не будут, слух свой отвратят от истины, обратятся к басням. Вы знаете, когда-то это казалось невероятным, что так может быть и что так будет, а сегодня мы видим это своими глазами. Очень печальная статистика. Мы живем в окружении под влиянием различных вымыслов человеческих. Повторю, не только в окружении, а под влиянием различных человеческих вымыслов. Как-то двое сестер в одной из наших церквей встретились в воскресенье, одна другую спрашивает, почему ты не была на разборе среду. Она говорит, я шла на разбор, но черная кошка перебежала дорогу, и я вернулась домой. И думаете, что та ей ответила? Ну и глупая, надо было три раза плюнуть через левое плечо и идти на разбор. Улыбаемся мы, но я не говорю уже о пустых ведрах, не свисти, потому что денег не будет, через порог за руку не здороваются, и целый-целый список. Это где? Это не где-то, это у верующих. Очень печальная статистика посещения разборов, и я думаю, это по всех церквам, по всем церквам, на разборы Слова Божьего ходит меньшее количество людей, чем просто вот воскресенье, как сегодня. Почему? Как-то в одной большой церкви в Америке молодежь пригласила меня на общение, и когда я пришел, они играли там в одну игру, и там вопросы были. И вот человек пятьдесят, наверное, было молодежи, и вопрос был назвать морское чудовище из Библии. И вы думаете, кто-то назвал? Нет, ни один человек не назвал, потому что левиафан, человек может знать это слово только тот, который читает Библию, понимаете? Они говорили змей-горыныч, они говорили все, что только угодно, все, что они знали. Но слово левиафан может знать только человек, который читает Библию. Сегодня очень модно недочитывание, недосказывание. Часто видишь, когда диктор телевидения говорит, в Библии так написано. Я точно знаю, что так не написано, так нет в Библии. И множество людей слушают и верят этому, что в Библии так написано. И сегодня целые динаминации, вот такие, как движение или течение полного Евангелия, вы слышали, да? Люди называют себя церквами полного Евангелия, хотя ровно половину не договаривают. Они говорят, что нужно быть богатыми, нужно быть успешными, нужно быть здоровыми, нельзя болеть и многое другое. И если взять хотя бы одиннадцатую главу евреям, то мы видим, одни, одни получали действительно мужей воскресшими и все-все-все. А другие, а другие замучены были, а другие скитались в милотях и козьих кожах по горам, да? А другие, вот этих других, нет в этих учениях, нет в этих динаминациях. Недоверие к Слову Божьему приводит к желанию его откорректировать, его поправить, его приспособить к различным обстоятельствам, к различным культурам. И в результате мы оцениваем ситуации по нашим впечатлениям, по нашим чувствам, а не так, как видит это наш Господь. Все чаще вместо «так написано» мы слышим «я так думаю», «мне так кажется» и подобные слова и выражения. Сегодня печально, конечно, если о Христе когда-то говорили, как Он знает Писание, не учившись, помните, да? То сегодня о некоторых можно сказать, как Он, закончив две семинарии, не знает Писание. Времена очень сильно изменились. Вы знаете, нельзя быть верующим, не читая Библию. Невозможно быть верующим, не читая Библию. Знаете почему? Потому что вера от Слова Божьего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И как быть нам? Надо полюбить Слово Божье. Надо быть такими, как эти верийские верующие. Полюбить Его, как Слово Божье. Полюбить Его, как руководство в жизни. Принять Его со всем усердием. Сегодня очень многие христиане в своей церкви называют именами библейских городов. Вифания, Филадельфия. Может и есть где-то, но я не слышал, чтобы церковь называлась верия. Потому что это ко многому обязывает. Потому что надо охотно, с усердием принять Слово Божье. И каждый день, не просто один раз в неделю. И не все верующие. А каждый день и всем разбирать, точно ли это так. Мы можем спросить, а насколько важна точность? Вот они понимали, надо выяснять, точно ли это так. Знаете, сегодня очень часто можно услышать, недавно вот у нас на разборе в молодежи. Очень часто можно услышать, я спрашиваю, как там было вот так. Говорят, я точно не помню. Я точно не помню, как-то так. Точно не помню, молодые люди, которым только и читать сейчас Библию, которым только и запоминать ее, и причем дословно, говорит, я точно не помню. Вы представляете, если у вас болен серьезно какой-то родственник, мать или отец, или брат, или сестра. Вы пришли к врачу, он вам сказал рецепт. Вы приходите и говорите, по-моему, там какую-то травку надо подмешать, по-моему, какую-то таблетку выпить. Вы можете это себе представить? Я точно не помню, что-то он такое говорил, или вам перечислили огромную сумму денег какую-то. Вы приходите в банк, вам сказали код. А вы говорите, там есть цифра 2, есть цифра 5. Я точно не помню. Вы можете представить себе эту ситуацию? Нет. Мы никогда не допустим этого. А Слове Божьем сегодня говорит, я точно не помню, где написано, и точно не помню, кто сказал, и точно не помню, как оно звучит. Текст, который мы всегда желаем, когда поздравляем кого-то, или дарим Библию, или Евангелие, мы всегда его опишем. Книга Иисуса Навина 1,8. Да нет, ходит сия книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь, а дальше? Дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Не так 5-е через 10-е, не как-нибудь, а дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Когда-то Халев так сказал, а я в точности исполнил. Я думаю, если мы читаем Библию, мы видим, что не так уж без обидной неточности. Достаточно вспомнить друзей Иова, о которых Бог говорит им, этим друзьям, вы пойдите к Иову, пусть помолится за вас, потому что гнев мой на вас возгорелся. За что вы? Помните за что? Вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. Вы что-то говорили. Сегодня мы читаем речи друзей Иова, замечательные, красивые речи. Они что-то говорили, но Бог говорит, мой гнев возгорелся на вас, потому что вы не так верно, не так точно обо мне говорили. Когда-то о Сауле Бог так сказал, я жалею, что поставил его царем, потому что он не исполнил Слово Моего. Саул думал, что он исполнил. Он говорит, так это же самое лучшее. Я принес жертву Богу и оправдывался перед Самуилом. Когда-то и сегодня люди хотят Слово Божье как-то модернизировать, что-то вот как-то приблизить его к современности и многое другое. И многие современные переводы об этом говорят. Когда-то люди захотели модернизировать передвижение ковчега. Его нужно было нести, а его поставили на повозку. Сказали, пусть он едет. И погиб человек. Вы помните, Оза погиб, потому что показалось, что ковчег падает. И он поддержал этот ковчег и умер. Сыны Аарона, Надав и Авиуд. Они погибли только потому, что пытались сделать то, что Бог им не велел. Очень небезобидные неточности. Братья и сестры, если бы могли сегодня мы понять и увидеть. Сам Иисус Христос пришел на землю, стал человеком, Сын Божий. И как тщательно он следил за тем, чтобы Писания исполнялись. Особенно евангелист Матфей подчеркивает, каждый раз да сбудутся Писания. Да сбудутся Писания. Он ничего не делал просто так. И когда он молился в своей молитве, так называемой первосвященнической молитве перед своими страданиями, он говорит Небесному Отцу, слова, которые ты мне дал, я передал им. Вот чему надо подражать нам, друзья. Мы сегодня как-нибудь, что-нибудь, точно не помню, где написано, кто сказал. Надо точно знать. Слова, которые ты передал мне, я передал им. Сегодня многие верующие меня нередко спрашивали, а вы слышали, вот такое учение появилось? А вы слышали, вот такое течение появилось? А вы не знаете, в чем его суть? А в чем его догматика? А в чем его богословие? Я отвечаю, не знаю и знать не хочу. Моей жизни не хватит, если я буду изучать все богословия, которые появляются, различные лжеучения. Когда-то одного известного сыщика, который безошибочно определял поддельные документы, спросили, вы, наверное, день и ночь проводите в том, что изучаете подделки. И он сказал, нет, напротив. Я день и ночь провожу в том, чтобы изучать подлинник. Вы чувствуете разницу, братья и сестры? Он день и ночь проводил, чтобы изучать подлинник. И тогда он безошибочно определял все подделки. Зачем нам с вами знать все догматики всех лжеучений и вероучений, которые появляются? Нам нужно знать свое. Нам нужно знать истину. Наши убеждения сегодня надо очистить от различных наслоений. И вы думаете, что это нас не касается? Мы такие правильные. Как-то на разборе в нашей группе мы разбирали на горную проповедь Иисуса Христа и слова Его просящему у тебя дай. И что вы думаете? Мы два часа просидели и в конце разбора пришли к выводу не давать. Вы понимаете? Два часа разбирали и доразбирались и решили не давать. Я говорю, как это? Мы домой уходим уже. Уже время вышло. А мы уходим там. Написано. Дай! А мы решили не давать. Потому что наши умные братья и сестры очень хорошо знают. Если дать наркоману, он пойдет потратит это на дозу. Если дать алкоголику, он пойдет выпьет. И многое другое. Чего мы там только не наслушались. Слово Божье говорит нам. Это нам нужно. Это не им, это нам нужно. Просящему у тебя дай и от хотящего занять не отвращайся. Это нужно мне. И один брат говорит. Я дам бабушке, которая стоит там на базаре и просит. А наркоману не дам. Я говорю, а ты знаешь, что ни одна бабушка сейчас не стоит сама по себе ни на каком базаре. Они все подотчетны этим же самым наркоманам. И он смотрит. Как? Мы думаем, что мы самые умные, самые мудрые. И иногда мы хотим быть святее Христа. И точнее Библии. Просящему у тебя дай. Так говорит Христос. И знаете, мы потом дальше начали говорить. Немножко задержались. Дочитали эту главу до конца. И там написано, он повелевает солнцу своему восходить над кем? Над добрыми и злыми. И я говорю, если бы мне и вам дали власть управлять солнцем, что бы было, оно бы уморилось бегать по небосводу. Потому что этого надо поджарить, этого заморозить и многое другое. Потому что мы такие умные, мы хорошо знаем, как надо. И кто что заслужил. И дальше написано. «Итак, будьте совершенны, как совершен ваш небесный Отец». Вот когда мы действительно читаем, и когда мы действительно слушаемся, вот тогда это правильно. Сегодня говорят, так он же такой искренний, он такой ревностный. Братья и сестры, не искренность, не ревность не могут служить оправданием для заблуждений. Заблуждаться можно искренне. Если вы на бутылку с ядом наклеите Кока-Кола и выпьете, вы умрете. Как бы искренне вы не верили, что это Кока-Кола. Искренность может быть и у тех, кто заблуждается. Нужна не искренность, а нужна истина. Я думаю, ни опыт, ни искренность, ни ревность не могут быть оправданием заблуждений. Сегодня Богу нужны определенные, конкретные люди, которые своим послушанием Его Слову и точным Его исполнением позволяют действовать самому Богу в нашей жизни и осуществлять Его планы. Верующий – это не просто коллекционер заповедей и повелений. Послушание – оно ориентировано на Бога. И определяется оно незначительностью предписания, а величием законодателя. Сегодня многие говорят, за что человечество страдает? Подумаешь, Ева укусила там кусочек яблочка. За что? Послушание Богу определяется незначительностью предписаний, а величием законодателя. Не что Он сказал, а кто нам говорит, чтобы мы послушались. И что такое послушание? Я понимаю только тогда, когда я повинуюсь. Не тогда, когда я возражаю, не тогда, когда я спрашиваю, а тогда, когда я повинуюсь. Всем, наверное, вам известна эта история, когда настоятель попросил монаха, чтобы он посадил растение и попросил, чтобы он посадил его вверх корешками. Монах пошел, посадил, пришел, и он говорит, ну что, сын мой, сделал, сделал. А как ты посадил? Посадил вниз корешками? А я тебя как просил? Он говорит, ну, отец, ну что бы выросло? И он отвечает, ну, послушание, сын мой, выросло бы послушание. Сегодня мы сеем, цедим Слово Божье, приспосабливая к тому, что нам нужно, что нам хочется. Есть очень один интересный вопрос. Читаете ли вы в Библии то, во что вы верите? Или вы верите в то, что читаете? Огромная разница. Сегодня люди во что-то верят и пытаются найти это в Библии. А есть другие люди, которые читают и верят, читают и слушаются, читают и повинуются. Что бы выросло? Вера – это и есть способность подчиниться Божьему Слову в обстоятельства, когда меньше всего что-то вокруг способствует этому. Когда ученики всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали, Христос говорит, закиньте сети по правую сторону. Вы представляете себе состояние Петра? Профессиональный рыбак, он знал где, он знал как, он говорит, наставник, мы, профессиональные рыбаки, всю ночь ловили и ничего не поймали. И он развивает вот то, что у нас часто бывает. Нет, не будем, не хочу, не сделаю. Как Петр сказал, нет, Господи, я такого никогда не ел, нечистого. Или Лот говорил, нет, Владыка, я побегу вон туда, в тот город. Нет, нет и нет. Вдруг Петр останавливается и приходит в себя. С кем он имеет дело? Да, мы трудились, да, мы не поймали, да, ничего нет. Но, по слову Твоему, я закину сеть. Вот это но, по слову, меняет все абсолютно. Когда-то, когда ангел Марии объяснял, что должен вот родиться через нее спаситель мира, он ничего не понимает. Ничего не понимает. Как это может быть? И эта девушка говорит, вы помните, да будет мне, по слову Твоему, по слову Твоему, это ключ ко всему. Вы знаете, нашу жизнь сегодня можно разделить на две части. Все, что мы делаем, говорим, ну, абсолютно мыслим, либо это относится, да сбудутся Писания, либо это относится, как же сбудутся Писания. Помните, когда Петр выхватил меч, начал ним размахивать, отрубил ухо рабу первого священника, Христос говорит, Петр, вложи твой меч в ножны его. Если ты будешь впереди меня бегать, если ты будешь делать то, что тебе захочется, как сбудутся Писания. Нам с вами сегодня надо определить и определиться, в какой группе. Либо можно о нашей жизни сказать, да сбудутся Писания, либо о моей жизни можно спросить, как они сбудутся, если я так себя веду, если я так поступаю. Иисус Христос говорил об исполнении Писания как о твердом фундаменте, как о доме, который построен на камне. И никакие ветри, никакие бури не могут его поколебать. Это твердый фундамент. Человек, который слушает Слово Божье и его исполняет. Мы сегодня иногда находим в себе вот такие вот, хочется как-то, не достает любви, не достает там чего-то еще. И мы вот думаем, как это достичь, как очиститься от чего-то, как осветиться в нашей жизни. Библия говорит очень прямо, что очищение наших душ происходит, знаете, Петр пишет, очень просто. Послушанием истине. Вы пробовали когда-нибудь? Вот я не понимаю, вот оно мне не нравится, не подходит. А это Божье Слово. Взять и выполнить. Послушанием истине, очистив души ваши, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга чистого сердца. Чистота душ, чистота сердца. Послушанием истине. Мы очень много говорим об освящении, говорим, что наша жизнь нуждается в освящении. И Христос тоже в своей молитве говорил Небесному Отцу, просил Его, освяти их истину. А дальше? Слово Твое есть истина. И Сам Господь назван Словом. Написано, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и потом Слово стало плотью. Мы сегодня очень много слышим, очень много знаем, может быть, а воплотить, как мы говорим, в эту жизнь, в жизнь, вот того не получается. Вы знаете, что когда-то на браке в Кане Галилейской прозвучала фраза, которую сказала Мать Иисуса, что Он вам скажет, то сделайте. Не просто рассуждайте, не просто там думайте, то сделайте. Вы знаете, братья и сестры, Бог удовлетворяет наши нужды по мере подчинения Его Слову. Вот Он говорит, возьмите водонос и наливайте воду. Но послушайте, людям нужно было вино, а Он говорит, берите и наливайте воду. По мере того, как они послушались, по мере того, как они подчинились, они не просто рассуждали, хотели, думали, они сделали. И произошло чудо. Бог ищет людей, которые бы наливали воду, которые бы ходили вокруг Ерихона, которые бы отдавали муку и масло, которые бы отдавали последние лепты и многое другое, о котором говорит Библия. Бог ищет таких людей, которые получают от Него или удовлетворяют свои нужды, особенно духовные, по мере подчинения Божьему Слову. Особая роль Библии, особая роль Слова Божьего в нашей жизни, достаточно вспомнить такие тексты нам известные. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Не одним хлебом будет жив человек, но всяким Словом Божьим будет жив человек. В Псалме 137, во втором стихе Псалмопевец пишет, «Ты возвеличил Слово Твое, превыше всякого имени Твоего». Послушайте, братья и сестры. Он обращается к Богу и говорит, «Ты возвеличил Слово Твое, превыше всякого имени Твоего». Все абсолютно во Вселенной происходит по Слову Божьему. Абсолютно. Когда-то Бог написан, мы читаем первую главу Бытия, «И сказал Бог, и стало так». Вся Вселенная, сейчас мы так тихо, спокойно сидим, а наша Земля, наша планета несется в неизмеримом пространстве со скоростью во многом превышающим скорость пушечного ядра. Так сказал Бог, и так стало. Но Христос говорит, вся Вселенная, небо и земля придут, но слова Мои не придут. Это же какое отношение Мое и Ваше должно быть к Слову Божьему. Блажен. Особенно счастливый человек, пишет псалмопевец Давид в Первом Псалме. Блажен человек. Вы помните этот псалом, некоторые знают его наизусть. Блажен человек о законе его, о законе Божьем. Он размышляет день и ночь. Не просто чуть-чуть, не просто прийти на разбор или открыть Библию и почитать дома. Он рассуждает день и ночь. Очень интересные слова в одном из своих псалмов говорит Давид Богу. Ты возлюбил истину в сердце. Братья и сестры, это очень важно, чтобы Слово Божье было в сердце. Когда Библия говорит о воспитании детей в книге Второзакония, там Бог говорит так, да будут слова сии, которые я тебе заповедую, где? В сердце твоем. А потом, говорится, внушай их детям, говори о них, едя и ложаясь, и сидя там и так далее, напиши на косяках. Сегодня мы имеем одну большую проблему. На косяках есть, на футболках есть, на кепках есть, на авторучках есть, есть в компьютерах, планшетах, в телефонах, везде есть. В сердце нету. Пусть эти слова будут в сердце твоем. И мы говорим сегодня, какие книжки дать молодежи, чтобы удержать их в церкви, удержать их с Богом, чтобы они пришли ко Христу и многое другое. В 118-м салме написано это. Как юноше содержать в чистоте свой путь? Никаких методик, никаких особых книг. Дайте, какой там ответ? Хранением себя по слову твоему. И дальше говорится, в сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы мне не грешить перед тобою. Сегодня верующие замечают, что они не могут не падать, не грешить. Это потому, что слово Божие везде, во многих экземплярах Библии, с золотыми обрезами, разных размеров, но в сердце не проникает, в сердце нет. В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы мне не грешить перед тобою. Сегодня очень много полемики и различных рассуждений о музыке и о пении в богослужении. Какие должны быть музыка и пение в богослужении? И вы знаете, что псалмопевец пишет по этому поводу? Даже, не знаю, может у вас поет хор, когда-то пел хор этот псалом. Готово сердце мое. Буду петь и славить. Сначала готово сердце. Мы никогда не выясним, какой должна быть музыка и какое должно быть пение. Каким? Никогда не выясним до тех пор, пока сердце не будет готово. И знаете, что пишет апостол Павел в послании Колоссянам, 3 главе, 16 стихе? Слово Христово да вселяется в вас обильно. Назидайте друг друга духовными песнопениями. Не получится у нас ничего ни с музыкой, ни с пением до тех пор, пока Слово Божье не будет вселяться обильно. Вы понимаете, что это такое? Это не пятое через десятое. Это не мне так кажется, я так думаю. Это я точно не помню. Да вселяется в вас обильно. В другом месте написано исполняйтесь духом, назидая друг друга песнопениями духовными. И, наконец, мы много говорим о спасении других людей. Мы очень много знаем методики, способов евангелизации, благовестия. А Слово Божье говорит очень просто, понятно и очень лаконично. Вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим когда? Постоянно. И что дальше? Так поступая и себя спасешь и слушающих тебя. Вот и все. Я думаю, во многом, нет, я не говорю о том, что не нужны книги, не нужны методики, нет. Но очень во многом мы забегаем вперед или идем вообще в сторону. Если нет в сердце Слова Божьего, очень трудно говорить, каким должна наша жизнь быть, какой должна быть музыка или пение. Спасение людей, спасение нас самих. Вникай в себя и в учение. Мы будем благодарить Господа. Вы знаете, вот они были, эти верийские верующие, написано благомысленнее. Проблемы наши решаются тогда, быстрее и лучше. Когда мы их видим так, как видит их Бог. А как видит их Бог, мы можем увидеть только в Библии. Мы можем узнать только в Слове Божьем. Часто бывает так, что одна строка из Писания останавливает, полагает конец всяким и долгим мудрствованиям. Часто бывает так, что нам кажется, что кто-то сказал, какие мы хорошие. Наша ценность и ценность того, что мы с вами делаем, определяется исключительно Божьим Словом. Не просто одобрением других людей, а Божьим Словом. Вы представьте себе, что мы находимся в той ситуации, когда ученики стоят, и вот женщина разбила лавастровый сосуд с миром дорогим, и вот Иуда говорит, лучше бы это мир продать, да, и что? Раздать нищим. Вот если бы мы стояли там рядом, и мы бы сказали, это действительно хорошее дело, так как сейчас говорят, большое социальное служение. Но Слово Божье комментирует эту ситуацию. И написано, сказал он это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Это не просто так, вот нам кажется, вот как мы хороши, как мы хорошо делаем, надо спросить у Господа, надо почитать Слове Его. Когда-то пришел пророк на фан к Давиду, да, и говорит, вот у одного человека там было, вы помните эту историю, он у другого забрал последнюю овечку, и Давид возмутился. Как это так? Такому человеку смерть, он не может жить дальше. Индафан говорит, ты этот человек. Очень часто мы способны на то, чтобы вынести приговор, сказать, вот такие мы честные, справедливые, прямые. И только Слово Божье может сказать, ты этот человек, и никто другой. Я думаю, что когда сегодня, чем мы отличаемся, или должны отличаться? от Фессалоникских, от других. Когда Слово Божье вступает, или обстоятельства, которые с нами совершаются в жизни, когда они вступают в конфликт со Словом Божьим, мы выбираем Слово Божье. Вот чем мы отличаемся, и чем мы должны отличаться. Да, Библия сегодня не популярна в этом мире. Вы знаете, и мы хорошо понимаем, в Библии говорится, вот как в одном стихотворении вашего брата есть такие слова, что в Библии говорится о кресте не том, который на грудь, а крест тот, на который грудь. Это разница очень и очень большая. Сегодня очень много христиан с крестами на груди. Но чтобы грудь на крест, нет, извините, надо делать не то, что эффективно, а то, что правильно. К большому сожалению, сегодня в погоне за эффективностью верующие теряют правильность. Надо стремиться не к успеху, а к верности. Это очень важно. Делать не то, что подходит, а то, что нужно. Не методики, а чистое Слово Божье. Когда-то Бог Езекиилю говорил так, ты пойди и говори им, будут они тебя слушать или не будут они тебя слушать, ты говори. А мы сегодня думаем, как сделать так, чтобы послушали. Мы создаем условия, мы говорим, неверующему должно быть комфортно в церкви, он должен себя чувствовать комфортно. На каком основании? Читаем Библию, открываем Коринфянам и читаем, когда придет к вам неверующий, он всеми обличается. Он всеми судится. Абсолютно противоречиво. И вы знаете, это очень и очень важно, не методики, а чистое Слово Божье. И Бог говорит Езекиилю, ты говори. Буду слушать, не буду, ты говори. Но что самое главное? Мои слова возьми, говорит Бог. Вот что самое главное. Мы сегодня очень много говорим, а чьи слова? Мои слова возьми и говори. Есть замечательная песня, почему Иисус любил древнюю Вифанию. Знаете такую песню? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Конечно, хорошо и другие названия. Вифания, Филадельфия, но вы знаете, вот и песня про Вифанию. Там люди жили по Писанию. И в Филадельфийской церкви Христос говорит, как ты сохранил Слово Мое, так и я сохраню тебя в годину искушения. Есть такое замечательное стихотворение, когда-то его рассказывали. Если ты был любим, сам подскажите, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, досыта ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел, но ни одной строки из Библии не прочел, значит, ты не искал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Нам важно, что о нас думает Бог. Нам важно, как Он смотрит на нас. Нам важно, чтобы сам Бог обратил на нас внимание. Если да, то послушайте, что говорит Бог. Вот на кого я призрю. Помните, на кого? смиренного и сокрушенного и трепещущего пред словом моим. Сегодня во многих динаминациях мы наблюдаем какую-то фамильярность, какую-то легкость в обращении с Богом. Трепещущего это слово само за себя говорит, на трепещущего пред словом моим. Дай Бог, чтобы мы были такими. Сегодня очень многие спорят между собой, а кто же является истинными учениками? Не надо спорить, надо послушать самого Иисуса Христа. Что Христос говорит об этом? Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. И не надо, чтобы кто-то что-то доказывал. Если пребудете в слове моем, вы истинно мои ученики. Сегодня очень многие верующие говорят, почему Христос же сказал, Бог говорил, апостолы говорили, если что не попросите, вам будет. Нет, так не говорил никогда Христос. Христос говорил, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, будет вам. Вот так Он говорил. И если мы пребываем в нем, и слова его в нас пребывают, мы не будем просить о чем угодно. Мы будем просить только об угодных ему вещах. И нужно правильно читать и дочитывать до конца тексты Священного Писания. Получите все, что пожелаете. Верийские верующие приняли слово со всем усердием. 118-й Псалом называется гимном Слову Божьему. Действительно, там почти в каждом стихе говорится о Слове Божьем. Друзья, вы хотите проверить свое отношение к Слову Божьему? Почитайте 118-й Псалом или хотя бы некоторые тексты. На пути откровений Твоих я радуюсь как во всяком богатстве. На пути откровений Твоих я радуюсь как во всяком богатстве. Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам Твоим. Может быть, мы тому и не хвалим Господа, и молимся Ему, не провозглашаем вот Его святое имя не превозносим. Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам Твоим. Потеку путем заповедей Твоих, когда ты расширишь сердце мое. Может быть, нет у нас желания, нет особого рвения, нет аппетита к здравому учению к Слову Божьему, потому что сердце наше сжато, оно узко. И Давид говорит, я потеку путем заповедей Твоих, когда ты расширишь мое сердце. Многим известно стихотворение русского поэта Ивана Савича Никитина «Новый Завет». И там такие слова «Измученный жизнью суровой не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил». Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать и черпать уроки. из них для ума и души. Что сегодня отличает нас как верующих последователей Иисуса Христа? Дай Бог, чтобы нас отличало то, что отличало верийских даже от фессалоникских. они были благомысленны, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Аминь. Помолимся. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.